С задачами справились, а жильевое будовнество в регионе ведется вельми активными темпами. План на 2020-е – у звезды 485 тысяч квадратных метров. По будовнествия жилья с держпотрымкой, доведенные лишь бы навод отрымалося перевыканать по арендных кватерах так само. Марина Северьянова с подробностями. Едем в Решицу. Там будет целый микрорайон. Только за этот год тут появились две шмат поверховки. На днях сдадут еще одну. Большая сквотера для шмодетных семей. Нам было запланировано 160 строительство квартир для многодетных семей. Мы построили 207. Это за этот год. Это 183 семей. Потому что есть возможность для больших семей, где есть 7, 8 и более детей, объединять квартиры. Двух квартиру, двухкомнатную и однокомнатную на одной площадке рядом стоящие. Вот с учетом объединения 183 многодетной семьи улучшат жилищные условия в 2020 году за счет ульготного кредита. И когда шмодетные семей квартиры могут отримать вельми худко, не более как за полгода, то на социальное жилье за все дает шарга. На такие квартиры частей за все могут различовать сироты. Чтобы не ждать вельми долго, есть вариант сгодится на арендное, которое затем приведут в социальное. Платить треба будет только за коммунальные послуги. Урешиться таким способом активно користаются местовые жихары, которые имеют соответствующие льготы. Дети-сироты, они одни, в основном как-то семей нет. По самоквартиру предлагаем в строительство однокомнатную, но им кредитуют только 30 квадратных метров. Квартиры строятся больше 40 квадратных метров. Зачастую практически у всех нет возможности доплатить эту разницу за счет собственных средств. Поэтому иметь где-то же жить надо. Поэтому как вариант мы разъясняем, что у них есть такая возможность улучшить свои жилищные условия. Арендные квартиры имкнутся будовать в каждом районе в области. Такая практика протягнется и в наступном годе. Будовнющая голена уже визначилась задачами на 2021-м. В следующем году планируем построить 500 тысяч квадратных метров жилья. Господдержка для нуждающихся – это и арендное жилье, и социальное, и за счет кредитов по 240-му и 13-му указу тоже около 180 тысяч квадратных метров. То есть это получается где-то 40% всего водожилья. Вот на этой пляце улицы, что побольше с исходным обыходом, в наступном годе пошли расти новый дом. По коль же тут пустыше. Мы сейчас находимся на будущей строительной площадке на пересечении улиц Бородина и Восточного обхода. Здесь будет многоквартирный десятиэтажный дом, четыре секции. В этом доме предполагается одна-двух-трехкомнатные квартиры. Однокомнатные квартиры площадью 43 квадрата. Комнатные – 58-59 квадратных метров. А трехкомнатные – 83 квадратных метра. Да, очень большие. А скажите, когда строительные работы начнутся? Строительные работы начнутся после того, как будет вся готовая разрешительная документация. Ну, я думаю, что, наверное, в следующем году однозначно дом начнет строиться. Место вельми зручное. Побыч школы, ледовый палац, озеры – усек обжитие в новом доме было максимально комфортным. Под обязанности, глядясь в программе «Великая будовля» эфир 27-го Снежня на телеканале «Беларусь-4 Гомель» в 19.01.45. Брина Северянова, Сергей Лукашук, телеродо-компания «Гомель». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...